Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги дня охраны труда. Работники Смоленск Атомэнергоремонт, победителей первого тура конкурса «Инженер года-2020». Торжественное возложение на Кургане Славы. Инженер Смоленской АЭС выступил главным экспертом на цифровом форуме Росэнергоатома. Смоленская АЭС помогает воспитывать таланты. Ученик школы номер 3 Леонид Козырев стал первым Десногорсом образовательном центре для одаренных детей «Сириус». На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Общая мощность составляет 2079 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 1 января находится в плановом капитальном ремонте. За 24 дня февраля энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,1 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 37 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 2,6 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 63 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ. Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями. Выполнение мероприятий по предупреждению распространения и защиты от коронавирусной инфекции». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Работники Смоленск АЭС и Екатерина Новикова и Сергей Карнаков успешно прошли первый тур всероссийского конкурса «Инженер года-2020». Конкурс является крупнейшим социальным проектом, реализуемым в России с целью выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. Участникам конкурса, прошедшим первый тур по версии «Инженерное искусство молодых», выдается диплом победитель первого тура всероссийского конкурса «Инженер года». По версии «Профессиональные инженеры» сертификат и знак «Профессиональный инженер России». По результатам подведения итогов конкурса я получила диплом победителя первого этапа конкурса в номинации «Инженерное искусство молодых». Мне очень приятно, что мои достижения оценили таким образом. И для меня это хороший стимул. Достижения на моей работе были направлены на безопасное производство работ. Победа в номинации «Профессиональные инженеры» я считаю, это не только моя заслуга, но заслуга всего коллектива. 20 февраля накануне Дня защитника Отечества на мемориальном комплексе Десногорска Курган Славы представители коллектива Смоленской АЭС и других предприятий города, органов местного самоуправления и общественных объединений возложили венки и цветы к могилам павших воинов, почтили память героев, которые отдали свои жизни за родину. Инженер цеха вентиляции Дмитрий Якименко принял участие в первом молодежном цифровом форуме Хакатоне концерна «Росэнергоатом Хакатом». Он стал главным экспертом кейса «Голосовой помощник», подготовил на конкурс задания, участвовал в оценке команд и определении победителя. Как отметил заместитель генерального директора концерна Александр Хвалько, Хакатон может стать эффективным инструментом для формирования кадрового резерва электроэнергетического дивизиона по цифровым компетенциям. Состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров творческих конкурсов Смоленской АЭС. Работники атомной станции и подрядных организаций, жители города всех возрастов, представили на суть жюри свои работы в области литературы и художественного творчества. «Будем надеяться, что вот этот запал и творческий, и жизненный, они сохранят на долгие годы и будут активными участниками не только этого конкурса, но и всех наших последующих конкурсов». Конкурс «Энергия таланта» проводится уже шестой год подряд. Участники представили свои стихотворения, эссе, рассказы, очерки, посвященные юбилею отрасли, истории Смоленской АЭС и Десногорска. Героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав прекрасное владение литературным слогом. «На конкурсе я представил два стихотворения, одно посвященное памяти наших великих предков, победивших в страшной Великой Отечественной войне, и второе, не менее великому русскому народу, построившему такую гигантскую мощную отрасль». «Это такой хороший трамплин для людей творческих, это мотивация жить и радоваться жизни». Ребята из образовательных учреждений Десногорска и Рославля боролись за победу в конкурсе на лучшую творческую работу, посвященную Смоленской атомной станции и 75-летию атомной промышленности России. Рисунки, поделки в самых разных техниках и стилях, литературные работы представили взгляд ребят на Смоленскую АЭС и атомную энергетику в целом. Их размышления о перспективах ее развития, преимуществах и экологической безопасности. «Я рисовал картину «Атомная станция из окна». Я рисовал эту картину дома вместе с родителями. Мне пришла эта идея из-за того, что мои родители работают на атомной станции». По мнению педагогов, творческие конкурсы Смоленской АЭС очень важны для развития и самоопределения детей. «Участие в конкурсах – это интересно, это познавательно. Познавательно и интересно для нас, для педагогов, потому что, участвуя в конкурсах, мы узнаем больше, чем мы знаем, а также мы узнаем наших детей». Все призеры были награждены дипломами и призами от руководства Смоленской АЭС и профсоюзной организации атомной станции. Сын работников Смоленской АЭС Леонид Козырев стал первым десногорцем образовательным центром для одаренных детей «Сириус». Пройдя сложные двухэтапные экзамены, он был принят на математическую смену в составе команды «Смоленщины». Родители Леонида, начальник лаборатории отдела технической диагностики Дмитрий Александрович и инженер отдела модернизации и продления ресурса Антонина Борисовна. Они гордятся победами сына в многочисленных конкурсах и олимпиадах и стремятся помогать ему во всех стремлениях. В марте состоится первый в 2021 году день информирования с участием генерального директора ГК «Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачева. Подробную информацию смотрите на центральной странице локального сайта Смоленской АЭС. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok